я лезь в печку ты посмотри это как лепестки роз появляется аппетит шикарно вкусняшечка жаркий летний день и сегодня у нас выпуск передачи знаменитости на углях и в гостях блогер наверное один из самых известных блогеров в латвии как мы выяснили русскоязычных стас давыдов сегодня у нас супер важное испытание наверное для меня потому что я и кулинария на вы на вы как бы с ней ну и справляйся но у нас сегодня гриль я уже он вот здесь стоит и мне уже два раза жарче чем если я стоял в любом другом месте от него как бы прям шпарит я реально почти на углях кто знает историю про бабу-ягу то можно наверное это применить ко мне на гриль и так сегодня мы будем зажаривать вот эту курочку куриное филе по рецепту нам сначала нужно его отбить только у нас нету молотка поэтому можем применить твою прекрасную мужскую силу так я предлагаю взять вот это вот баночку барбекю санта-мария кстати ел да я раз в основном только вот конкретно этот мне кажется нет я который смог и хикаре кажется брал по-американски я вообще не на самом деле барбекю вот как ты вообще не не ел не почти везде складываю барбекю но смысле он очень универсальный по тому куда можно складывать в общем мы вот этим можем отбивать делать нет здесь есть инструкция про то что нужно сболтать перед использованием вот как бы совместим как бы два действия честно говоря такого никогда не делал давай попробуем давай попробуем так ну сейчас ну давай блин ну посмотрим не раскрасить ну не но вообще вообще отбивать но учитывая что это грудка который на самом-то деле я буду наверно даже послабее я что-то слишком сильно долбанул слушать ты что я нельзя слишком тонкой сделать опять же мы же подожди мы же потом на гриль будем складывать она значит тонкой нельзя все я тогда по сути и просто расплющить надо на самом деле не то чтобы отбить я еще могу кстати попробовать бутылкой вина расплющить нам нужно знаешь что нам нужно салфеточкой протереть надо они совсем уже взмокли он есть салфеточка давай прямо и и на нее вот к тебе туда шплюк будем складывать не надо салфеточку положить оп потом протрем слушай ты ставил пост в инстаграм о том что у тебя маленькие руки пальцы сравни мои и мои когти и мои когти ну подожди которую вот так давай вот ну вот у меня типа ну у меня реально маленькие руки ну и ну ты написал но ты своими руками можешь сделать масса вещей которые не умеют другие и судя по тому как у тебя получается отбивайся я не только эту мне то что еще умеет стас вы это увидите в вечернем выпуске заплатную подписку нет мне мне мальвина с яной брук предлагали снять видосик для их он ли фэнс там как-то не сложил типа я не то что против смысла как-то не сложилось нам будет вообще заново поднять эту тему вы поняли но у меня нет у меня нет к сожалению или к счастью да не к сожалению что с он ли фэнс веселее было бы но мне кажется это сейчас уже перестало быть каким-то таким знаешь чем-то от чего люди краснеют это уже превратилось в некую ну смотря для кого знаешь для тех кто более-менее open-minded мне кажется для них изначально ничего в этом не было никаких проблем ну для людей более консервативных взглядов мне кажется она и никогда и не станет чем-то приемлемым так или иначе так значит на протереть и сложить наверное блюдечку какой-нибудь в смысле вот так вот притереть ну конечно чтобы они сухие были решение с нехожи сок потёк а я тогда буду протирать да да наверно нормальная конвейерное производство в целом ты же сегодня приехал на велосипеде ну да я это дело люблю мне нравится и возиться с велосипедом даже наверное мне чуть чуть больше нравится возиться с ними чем ездить ездить это уже но само собой переделывать обслуживать ремонтировать конечно все велосипеды мне нет ни кастом велосипедов как тебе то как вот сейчас рига изменилась то что стало больше велодорожек вот вот эти вот злосчастные столбики при которой все плачут не на столбики это это хорошая штука которую просто неправильно сделали скажем так потому что столбики дико крутая тема когда широкие улицы изначально и там есть нормальная велодорожки и улица строилась учетом что там будет велодорожка тогда столбики действительно крутая тема они ну дают вот это вот безопасное место у нас конечно поставили просто мы слышали что столбики так круто безопасно прогрессивно давай у нас мы сейчас будем сбалансированные такие приправы брать чикин чикин я использовал кстати даже чикин тако тоже но красные есть еще я не знаю в этот майлд или что нам надо по рецепту две ложки я не знаю это не знаю рецепт ну я его видела а здесь может написано две столовые ложки масла надо добавить до сказали и насыпать вот этих приправ звучит просто до термитар на просто масло но масло просто смотри уже мы как я понимаю будем просто надо добавить 2 и надо обмазать а может были лучше просто обмазать подожди но мы же будем что мы будем жарить это все правильно до ну там сказано что надо добавить к этой курице масло. Мы все равно насыпем, да, и будем мешать. Перемешать и добавить вот эту. То есть она сейчас отбитая. Как бы это не звучало странно. И поэтому я немножечко опасаюсь, что ее... Ну, надо, короче, аккуратно будет мешать. Она просто такая совсем уже... Я себя плохо чувствую. Это откроется, интересно, здесь? Что? О, открывается. Зубы всегда можно использовать. Ну, я не хочу использовать свои зубы. Подожди, есть инструмент. Гомо сапиенс. Я и ножи. Типа эти кроманьольцы еще в каких там веках до нашей эры. А вот я не научился. Хотел рассказать про кроманьольцев, которые еще в каком веку до нашей эры научились пользоваться инструментами. Ты никогда кроманьольец, просто умнее, чем ты. И не справился. Здесь написано, что на 500 грамм курицы. Так что возможно. У нас же здесь не 500. Хотя... Я напомню, я не очень вот инструментами сегодня. Если хочешь, да, то... Я могу поперемешивать. Давай. Сейчас я подожди, вот протру. Только очень нежно, потому что ну, курица сама по себе, она прям... Слушай, мне кажется, надо было просто реально не перемешивать, а каждую обсыпать индивидуально, потому что, по-моему, вот сейчас одна пропитается. Ну что, тогда мы, в общем, это можем начать запекать. Это все... Это все приготовлено? Это все блюдо. Я думал, я приду, мне нужно будет тут прям, знаешь, ну как-то шефствовать, там, типа, это... Юнга принеси... Эй, это не оттуда. Официант! Рататуй! Шевели мне за волосы. Нет, все элементарно просто, и плюс у нас просто офигенные приправы. Это крутые приправы, я действительно им пользовался. Здесь, смотри, здесь есть паприка, чили, кумин, кориандр, орегано, какие-то еще черный перец, лук, соль. Вот, соль. Чеснок есть? Чеснок, да. Без чеснока, потому что как вообще можно без чеснока готовить? Еще там даже какая-то картошечка, лайм. Это крахмал картофельный. Да. Вот там картошки. Ну, не знаю, это... А, картофель щедры, да. Ну, да. Ладно, окей. Это не крахмал. Да. В общем, вкусняшечка. Значит, теперь нам необходимо как-то красиво разложить. Посадить ее за решетку. Я надеюсь, что у нас поместится. Ну, да, ну, тут две сюда, их четыре штуки. А, тогда все хорошо. Две сюда, две сюда. Кстати, знаешь, что нам предложили... А ты на кем она прижмется? Да. Что нам предложили сегодня пить с этим? Нет. Нам вот предложили пить вот это вино. Я, скажем так, я плохо разбираюсь в винах, поэтому я не смогу дать свой комментарий по поводу того, что подошло бы лучше, там, розе, пожалуй. Ну, это вот Кинзмараули от Амоса. Ну, название Кинзмараули я знаю, это грузинское вино. Это мне тоже как бы что-то говорится. Вот, здесь написано, значит, что оно полусладкое. Кстати, я вот на самом деле не люблю сладкий или полусладкий вина, потому что они сладкие. Ну, вот, не знаю, мне как-то, мне нравится сухое больше. Но вот это вот то, что грузинское, у них почему-то очень вкусно всегда. У меня грузинские тоже нормально полусладкие воспринимаются. Ну, по крайней мере, если вот вы не знали, то оно делается из такого винограда саперави. Я знаю этот, просто слышал это название. Название прикольно. Мало что говорит, но... Сапер. То есть, если в 12 часов дня вы выпьете винчика... То это такой саперави немножечко с тем. Я, на самом деле, люблю более-менее готовить чисто потому, что... Ну, это странно, что люди так не воспринимают, но готовка — это, на самом деле, определенная степень, знаешь, такой инженерной работы. Ты соединяешь какие-то штуки, комбинируешь в правильных этих пропорциях и в правильных, там, не знаю, друг к другу комбинациях, и получаешь какой-то результат. Это же создание чего-то нового, это дизайнинг. Да. Поэтому мне нравится. Ну что, нам надо, знаешь, вот этим барбекю смазать. Я уже, да. Да, давай вот мы вот в этом. Барбекю обычно очень плохо выливается, вот в чем. Да. Сейчас он... О! Его прорывает, и потом он вот это вот делает. Он ведет себя как типичный соус барбекю. Кстати, я хотела посмотреть, что здесь за ингредиенты. Давай, рассказывай, я пока обмажу тут. Значит, томатная паста, сахар, уксус, ананасовый сок. Ты любишь ананасы? Да. Я тоже люблю ананасы. Так, знаешь что, нам придется... Но? Сейчас. Я буду делать странное... А, просто не промазывается через решетку, поэтому я сделаю... Ага, у нас будет интересно манипуляция. Вот. Мы сейчас промажем и тогда, потому что, видишь, оно... Через решетку совсем не мажется. Блин, ну это, конечно, простецко, но будет вкусно. Сложник прям... А ты вообще рисовать умеешь? Ну, смотря что считать умеешь. Ну, типа, я могу что-то нарисовать и... Просто на майке. Это, кстати, не я рисовал, но... Вот. А с обратной стороны надо? А, оно сейчас поджарится там, и тогда, да, мы за нем. И это еще чуть-чуть под это самое. Блин, как клево вообще. Пришел мужчина, готовится, прекрасно. Очень быстро стало красивым зажаристым. А я буду, знаешь, что я буду нарезать зелень. Ну, красиво это можем посыпать. Достану вот по одной, ну, вот это вот нарежу. А, сочно, хорошо. У нас вот будет соус, сальса, курочки. Это прекрасно. Ну, типа, подожди, у нас же не только курочка будет, как я понимаю, еще и начос. Сильно красиво не получится, но... Ну, и мы не профессиональные повара. Да, 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 это правда. Я вообще рассчитывал помельче нарезать, но, к сожалению, будет вот так вот. Я думаю, что хорошо. Ладно, я сложу частями. Замаскируем зеленью. О, ну, слушай, ну посмотри, как вкусненько выглядит. Конечно, ну, слушай, это промазанная вкусными штуками курица мягкая, которая... Промазанная барбекю соусом. Ну да, так, в какую сторону у нее... Ладно, я буду резать как-то. Я, наверное, могу ложку использовать, как ты думаешь, да? Или можешь, как я, наваливать барбекю так же, что оно в какой-то момент превращается в лавину, и его не остановить. Не Мишлен, не Мишлен. Звезды, конечно, но... Так, это шо у нас? Блин, сырный, это, конечно, люто. Сырный. Вкусненько? Вкусненько? Ну, просто будет прям очень сильно по вкусу интенсивным, я боюсь. Ну, кто сел на пачку? Так красиво выглядит. Почему такие поломанные начатся? Ну, красиво выглядит. Смотри, надо наверх вытаскивать целые. Так, и нам начнем... Вкусно это будет в любом случае. Нам исчезаем надо. Да, правильно, давай я возьму сейчас свою заначковую салфетку, прострою этот нож, и тогда нарежу. У меня чистенько здесь. Ты можешь на моей доске. Давай, да, мы воспользуемся. Сделаем вот такие красивые долюшечки. Да. Потому что они же для того, чтобы их было удобно двумя пальцами выжать, если кто-то хочет, так что... Ну, шо, давай по три на каждую тарелку. Давай. Все, все обмазали кругом, все. К этой всей красоте мы берем вино кинзамраули, амоса. Доверюсь тебе в этом вопросе. Это, как я уже до этого говорила, но полусладкое. Вообще, грузинские вина сладкие, полусладкие, очень вкусные, потому что они каким-то ароматом особенным. Ну, они же насколько, когда мне рассказывали в Грузии, когда я был, что, ну, типа, суть-то в том, что оно вместе со всеми шкурками и косточками бродит. И от этого вот этот вот насыщенный, глубокий... Вкус фруктов. Чуть-чуть... Да, 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 вот это вот. То есть, ну, я все равно мало что бы понимать начал после поездки в Грузию, но кое-что мне там рассказали. Ну, слушай, ну это классно. Поэтому вот, ну, на самом деле, если какое-то торжество, мяско, вот красное вино к мяску... Та-да-дам! Барабанная дробь. Здесь есть? Да, есть. Я такими открывашками работал. Я когда работал в аэропорту, в этом самом... А я здесь, кстати, неправильно начал отрезать, но может снимется. Вот, когда работал в аэропорту в бизнес-лаунже, там нужно было открывать как раз-таки тоже вино. Ну, типа там шведский стол был, и это была часть моих обязанностей тоже, в том числе, заниматься пополнением шведского стола. И вот я там впервые вот эти вот открывашки с ними познакомился, я никогда в жизни не видел, ну, чё, я просто пацанчик со двора. Вот, и первый раз с ними вообще очень сложно, они непонятные, у них вот это вот всё, вот... А потом как-то вот, типа, этот ножик очень удобный появляется, вот это вот, типа, штопорик такого хватает. Мне нравятся такие, которые, знаешь, надеваешь на бутылку, закручиваешь, там никуда ничего не убежит. Но почему-то вот в... Ну, насколько я понимаю, может быть, я и вру сейчас, но насколько я понял, в профессиональной относительно среде вот почему-то вот это считается эталоном того, что... Может, потому что они, знаешь, легче, можно там приспособиться проще, ну, чёрт его знает. Ну, то есть, странно, но я не видел, чтобы оно... Чтобы использовали в ресторанах вот эти большие... Хотя, нет, вроде, наверное, использовали. Так, давай, и вот какой... Вот с этим я вот прям совсем не секу. Какое нужно количество наливать? Ну, я думаю, что не большое, потому что всё-таки алкоголь... Как там эта фраза? Что, ну, вредит здоровью однозначно, но вот столько же, наверное... Не обоснованного потребления алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Мы вообще об этом напоминаем. А если оно обоснованное? Обоснованное? А чем оно может быть обоснованным? Вот что мне интересно. Главное, после вакцинации всё-таки сразу не... Однозначно. О! Реально хорошее. За то, что ты помогал мне. Да, вернее, какой помогал, а ты всё делал. У меня есть для тебя подарочек от наших спонсоров. От Санта-Мария и от грузинского вина Амоса. Так, секундочку. Что, а ты исчезнешь? Теперь я тут ведущий. Теперь я тут решаю. Никаких грилей больше не будет, это очень жарко. Будем только отбивать мясо вообще целыми днями. Вот. Итак, здесь... Я думаю, надеюсь, что ты на велосипеде довезёшь. Ну, там будет видно. И вот здесь тебе, так как ты любишь и начисы, и барбекю, и сальса, вот здесь вот коробочка специальная со всякими вкусностями. Коробочка моего счастья. Ларец с радостью. Спасибо тебе большое, что ты пришёл. Я надеюсь, ещё обязательно встретимся. И вообще зови на какие-то свои проекты. И подписывайтесь на канал, стрим Стаса Давыдова. На его Инстаграм. На Инстаграм, на Яндекс.Дзен. Тикток. На Тикток. На Ютуб. Я как таракан, я везде есть. С вами была передача ТВНЕТ. Знаменитости на углях. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok